Всем привет! Вы... нет, не видите. Тут у меня выбор либо Мапучи, либо русский. Только слышите, только слышите Алексея Халецкого. Есть предложение сыграть в шестую Циву в очередной раз. Цивилизации вы видели сейчас в начале. На 10 человек, надеюсь, будет без технических проблем. Потому что на 10 обычно тяжеловато идет. Все-таки. Я выбрал Майя. Это значит, что чисто развитие, вряд ли у нас в начале будет война. По той простой причине, что селения дальше шести клеток от столицы будут получать минус 15% штрафа. Значит, мне надо поставить плотненько несколько городов, ну, желательно, семь на самом деле. И сидеть развиваться, потому что эти города будут получать плюс 10% ко всем доходам. Кроме того, селения рядом с пресной водой и побережьем не дают дополнительного жемя. Вообще, если я появлюсь на побережье, то это будет проблема. Потому что мне надо как раз вокруг столицы ставить, а побережье означает, что я не смогу с одной хотя бы стороны что-то города поставить. То есть, ну, реки, конечно, влияют на строительство ферм, это надо понимать. Но города я могу не ставить рядом с рекой. А еще важно мне ставить города рядом с редким ресурсом. Видите? Плюс одно удовольствие за каждый редкий ресурс рядом с городским центром. Рейки пофигу, редкие ресурсы, важно. Рядом, вот исходя из этого, надо будет и расставлять города. В шести клетках от столицы, ну, точно, городов семь можно поставить. Вопрос только, будет ли это место и вообще, где мы сейчас появимся. Так, ну что ж, место появления уже не на побережье хорошо, но видите, я не... Ну, вот редкий ресурс здесь. Вопрос, стоит ли мне туда идти поселом, чтобы... Ну, я бы, конечно, ставил. Еще напомню, у нас уникальный район... Наш уникальный район, кстати, дает, по-моему, соседство... Уникальный для научных заменяет кампус дешевле, бонус плюс две единицы науки за плантации по соседству и одна наука за каждые две фермы или два района. Ну, то есть, от гор он не имеет бонус. Так, на всякий случай. От гор этот район бонуса не имеет. Вон еще редкий ресурс. Так, тогда мне, видимо, все-таки сюда надо ставить, что раз, два, три, тут куда-нибудь город бы влез. Я бы, наверное, все-таки рядом с редким ресурсом ставил, потому что одно счастье сразу, просто за соседство с редким ресурсом, это круто. Меня грустит то, что мне приходит, что я первый нашел этот континент. Есть подозрения? Народная торговля. Отдельный континент. Сразу уже на двух континентах. Отдельный, но тут просто... Да, видите, удовольствие от редких ресурсов уже единица. О, отлично, здесь где-то город встанет, значит, сюда, ну, то сейчас... Слушайте, а тут планта плюс четыре, кампус. Вау. И по идее, если я... Правительство... Блин. Слушай, я вообще походить... Сразу двух разведчиков поставлю в очередь. Сейчас, где я. Чтобы успеть вообще. Так. Ну, пускай на производство, конечно, не растет город плохо. Но разведчики нужны. И тут давайте так. Животноводство. Ну, нам, собственно, горное дело, наверное, и не надо. Животноводство точно надо. Слушайте, я пока не знаю даже, что мне открывать следующее. Ну, хорошо, вырубку леса можно. Так что, горное дело все-таки. Надо открыть. Нам бы купить вот эту клетку. Блин, еще и засуха. То есть, я вообще расти не могу. Прикол. Два хода. Ну, не дадут. Ой. Без меня также закупили. Блин, там тундра начинается. Жалко. Не очень хорошо. А, сразу фермы строить. У меня же фермы дают жилье. Точно. Ну, то есть, если кто вдруг удивляет, что я не на реке поставил, еще раз повторю, для Майя река не дает. Крестная вода, а там побережье ничего не дает. Фермы зато дают по одному жилью. Поэтому вот я, наверное, рабочим просто обработаю овец и две фермы, например, сделаю. Да, интересно, конечно. Так, ну, сверху явно никого не будет. Но, сказать, Россия... Акогнор Россию взял, да? Да. Здорово. Кто? Почему Россия такой имбойщик? Да я бы сказал, что имбакерам. Да, конечно. Просто неприятная нация. С чего? Ну, во-первых, у тебя миллион веры, потому что тебе просто дают эти... Так, блин, давайте доделаем все-таки сначала скаута. У тебя есть очень сильный юнит, плюс у тебя есть уникальное здание, которое тебе помимо пророка еще и очки великий писатель дает. Оно еще и дешевле, чем священка. Да, тем более, раз у тебя этот уникальный район крутой, то ты свой уникальный юнит сможешь покупать за счет уникального района, считай. То есть все складывается. Энергия есть. Не хочешь играть, да, не хочешь играть, например, там через туризм, так ты можешь этих всех людей как скаутов использовать. Их все равно убить никто не может. Так, все, давайте строителям. Растем. Ну, то есть можно было не расти хотя бы по той простой причине, что у нас жилья не хватает. Сейчас бы выросли быстро. Зачем? Зато мы быстро скаутов построили. Сейчас будем искать, где нам города ставить. Ага, тут побережье. Ага, тут варвары. Да, кстати, давайте пока проголосуем в чатике. И кто за то, чтобы без... Нет, давайте кто за термоядерки. Плюсик, чтобы не использовать термоядерки. Минусик. Именно термоядерки, а не просто ядерки. Ну, понятно. Мирный конгресс запретил ядерное оружие. Что за пацифисты? В первом веке-то. Надеюсь. Федя, выходим в фашизм и добры их ядерками. Поддерживаю. Ну, просто ядерки возможно отбить, а термоядерки уже нет. Не, их тоже можно же отбить, только сложно. Ну, блин, если человек видит территорию, то ты не... Я не знаю, сколько тебе надо этих ЗРК поставить. Ну, вот у Майлайф сколько было? У тебя 14? 18 не исправились. Угу. Так, стоит ли мне тут лезть пока на этих варваров? Коммер-карты поставили. На десятерых. Хотя уже тесно? Нет, сортировка, конечно. Там в начале прям написано 15 клеток. Минимум 15 клеток. Так, давайте, наверное, все-таки здесь поисследую пока. Да. Вот эту территорию. Мне важнее все-таки вокруг города, чем далеко. Этим я сейчас так пойду, этим так. Так, у меня в шесть клеток максимум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы иметь бонусы к созданию всего. Даже, наверное, сразу начну с фермы. Чтобы жилье появилось. Потом уже эту. Нам бы еще, конечно, как-то плантация открыть, на самом деле. Но для плантации-то нам надо вот тут рис. Классно, когда двух вырос. Дальше не растет город. Интересно. Мне каждую игру варвары будут столицу сносить с воды. Ты не ставь на воде столицу. Как я тебе говорю? Ты португалии только что сказал, да? Не ставить столицу на воде. Ладно. А что ты ставишь на воде? Ты ставь на озере? Это просто легко слишком. Ты челлендж себе возьми. Выиграть за Португалию без городов на море вообще. Ребята, у нас что, стоит мод на карточке? Да. Да. А у нас игра не крашнется? Нет. Он нормальный. Наконец-то. Как показала практика, почти все моды нормальные. Это просто у кого-то проблема с компьютером. Ну и на метке, которые... Первую руинку только нашел. Знаете, что я не понимаю, где мои чудо-светы? У меня? Чудо-светы? Я бы между плантациями не занимал место городом, потому что, опять же, между плантациями... Этот пантеон... Кампус, которая обсерватория. Так, ну что я хочу? Че, я даже не знаю. Десять лошадей? Вот это точно не особо нужно. Прямо скажем. В том смысле, что здесь 10 игроков. Не означает, что именно тебя надо достануть. Знаете, против варваров все-таки поставлю. Может, оно получится у города государства окажется. Нет, ну хоть в одной игре-то за последние пять. Можно было бы чудо подарить. Ну, наверное, сразу посила. Видимо, куда-то сюда. Я бы, наверное, раз, два, три вот сюда поставил. И тогда раз, два, три вот сюда еще... А-а-а... Вот сюда. Правда, оно было в туне. Влазит. Тут с ресом. Так. Здесь кампус, здесь кампус. Так, я вижу чудо. Источник вечной молодости. Возможно, надо как-то передумать, как ставить города. Потому что если я буду раз, два, три вот сюда ставить, то у меня не влезет, например, здесь рядом с этим. Ну и дальше шесть. Хотя, может, просто поставить раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может, просто рядом с источником вечной молодости. Ну, то есть, вот сюда я не могу. Потому что уж лучше плюс десять процентов иметь, чем счастье лишнее. Так что, наверное, сюда и сюда просто я поставлю. Как-то так. Ну, в общем, у нас расселение в эту сторону пойдет пока. Начальное. И опять походить не... Я не знаю. Я не знаю. Какой рабочий. Тяжеловато. На десять тяжеловато идет. Как начинала ферму. Чтобы город хоть как-то рос. Видите, это не хватало просто жилья. И он минус имел. Так нормально будет. А почему не показывают, как будто тут одна пища? На самом деле, видите, две пищи, золото и производство. Так, все, тут горы. Упаньки. Ну, я хочу в эту сторону, буду расселяться в начале. Ну, я там уже. Ну, ты сейчас ниже спустишься, а у меня тундры как таковой-то. Мне надо идти сюда дуболомом и защищать посила. Значит, смотрите. Ставим сюда. Ставим сюда. А, если я сюда, значит, блин. Если я сюда, тогда у меня тут не влазит. Фак. С чем? А что делать? Ну, давайте астрологию, может быть, религию смогу. Я ж могу сейчас священные места рядом с горами ставить совершенно спокойно. Блин. Что-то не влазит у меня. Значит, сюда влазит через три клетки. Раз, два, три. Вот сюда не влазит. Поэтому я хотел сюда, но тогда у меня здесь не влезет. Тут нету зоны контроля, потому что через реку. Кто не понимает, вдруг. Вот это, кстати, очень неплохо. А уровень я потом возьму, когда отойду от лагеря. Дополнительное жилье, это очень в тему. И... Так, наверное, возьму... Ладно, по холмам давайте. Гранаду первый встретил. Первым. Так, а где у меня там уникальные юниты? Они вместо лучников у нас. А, мы со случайными играем вообще. Кайф. Хорошо, может мне тогда вот сюда город ставить? Рядом с этим? Точно. Давайте мы сюда будем... Забыл походить юнит. Вот сюда поставить, и порядом с этим вином? Тогда у нас здесь... Ну, я сюда ставлю, и тогда раз, два, три. Блин, не влазит? Или влазит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тогда я сюда ставлю город, да? Да. Сюда? То есть не сюда ставлю, а вот сюда город ставлю. Потом сюда ставлю, и вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. да зашибись будет рано почему тут дальше на холмы взял тушь и лес будет болото ну а на тут останусь здесь сюда отойду блин что-то я хриплю по холмам возьмем так у меня задача сюда сначала вести ставить город первые потому что тут у меня никого нету из соседей вопрос стоит ли мне спешить со священным местом какой-то мне интересный глюк отображения как бы иконки ресурсов друг на друга залазят ты имеешь ввиду еда производства да да а ты рабочим наверное процессе движения построил улучшение не знаю ну когда рабочего отправляешь куда-то например и пока он движется так вот у каша вопрос лучше пастбища ставить или еще одну ферму 2 2 2 пастбища дают жилье так что я бы наверное все таки вот эту клетку выкупал и тут ставил пастбище если то же самое жилье будет как и себя фермы здесь поставлен а по остальным ресам пастбище намного блин тут у нас какие-нибудь сывы на пустыню есть в игре буэнос-айрос первым встретил тут реально по ходу далеко от всех но бед только а ну бей нет было этими конкретно нет нет так мы в принципе я вижу как развиваться вот с этой стороны не видно где города нормальные поставить здорово грего далеко отсюда но я так понимаю как минимум 15 клеток видим отсюда да лучше так эти она посела начну я не думаю что у нас будут большие проблемы с варварами о дарвил но я вот про эту пустыню собственно ты за ней что ли но я далеко очень может мне эту построить священку пока я тут просто пропущу ход по силам есть плюс 3 давайте наверно священку кстати ребят я хочу религию у нас религии будет а сколько всего религии на десятерых я точно 5 помню вчера так значит объединяем сразу на автомат поставлю куда им идти я решил вот здесь ставить правильно еще распределяем здесь здесь два три здесь валим я ашан встретил поеду в ашан за жвачкой ну короче у нас не скорее не этих конфликтов не может быть потому что все так далее буду широко тут расселяться надо как-то решать другие где города ставить будут уже без соседства ресов то есть без счастья религию кто-нибудь вообще нашел поставил кто-нибудь свечу блин россия конечно я думаю то блин что и религию открываем вот великие люди где про вот пророк мне никто еще не поставил ты смотри прикольно какие-то посвистывание а вот соседа снизу еще найти вообще зашибись будет так как интересно что я его не нашел так блин а как бы мне в золотой век выйти наверно мы откроем наш уникальный район тогда религию успею ли я религию ну надо будет почитать на религию и наверно тут не натур не трудовую дисциплину брать она корми мир я не вижу здесь если только но если шка тропич тундра сверху ну и пустыня я не буду ни в пустыне не в тундре особо стараться я буду священные места рядом с горами ставить тут плюс 3 потому что лес так сам даже плюсом тут плюс 4 например будет грязь такое количество руинок не собирал вот значит только все рынки получается давайте сразу читать мне он уже неизвестный кстати но это я выставил что это россия дима ты какую сторону буду удивлен если нет 15 лет или мало на место мало принципе и окат я первый встретил мир на пантеон на плантации надо брать логично так а за что я сейчас еще получил кучу кучу очков интересно а священное место у меня крутой до сменил политический курс с другой стороны мне есть но она просто производства поставлены лояльность но птический курс я не успел подтвердить политический курс меня играла гола так что будет плюс 4 все я надеюсь на плантации никто не взять просто нашел знал что то здесь на фондах разучу рабочего дают сразу надо бы рис будет обработать интересные места конечно дарвилл тут мешается так да неизвестный групп чайному скорее всего на корме мир возьмет хотя если это россия там трудовая дисциплина тоже нормально будет производство производим уж мы тут не тут надо расти все верно стоит так здесь наверно начнем с роста тоже так 20 ходов пантеон вот тут надо будет вырубить и поставить мою а подожди да только вот эта клетка взял на плантации нет никто не взял отлично отлично так и получаю очки выполнил задание к до всяко там даю надо было подумать о чем писать ббс атаке анти кавалерий по стенам такое себе так рис в первую очередь для того чтобы быстрее плантации открыть после письменности пойдем собственно а так она и за ним идет зашибись и вот уникальный но уникальный юнит мы все таки не зайдем слушайте я бы этот лагерь тут каши вопрос успеваю ли я в золотой век но в принципе город государства вот здесь мне вообще никак не помешает мне кажется должен золотой век я с мой уникальный район четыре очка до 12 это у нас будет 16 и еще три очка за верну за религию должны дать так вот я бы этим рабочим что сохранил чтобы здесь вырубить правда вопрос постановки самого района в типа в каком городе вот тут плоховато видите горы то есть тут мне куда-то буквально сюда только город вылазит и все так мне надо еще почитать проект конечно же хорошо что ты не на моем месте ты думаешь у меня мало так а чё тут подождите слабенько добавляю выбрать да да не успел опять выбрать это конечно плохо а вот тут этот лагерь бы стоило конечно то есть и давайте лучше сюда пойду плюс пять против варваров уже стоит международную торговлю открываю ну да давайте так там взят пророк очевидно ну да как нора то россия религию создает этим ходом ну русский наверно нет я вот я вот нет смысле написано ну я никогда я спрашиваю что не создали так мне в столице надо на самом деле здесь ставить район это это место кампус для ящелана видимо найти же и надо хотя позиции этот город не ну между двумя плантациями только два может быть а хотя еще вот здесь вот где мне надо в столице стояночка не знаю я в предыдущих двух играх первым открывал коней и фиг религию в итоге открывал вообще последней самой техой тут я хоть и рандом тихий конечно надо я проруслял да трудовая будет ну там что-то круто есть нет я тренер я поздно вышел в нее когда ты прям сошел да на корми мир забрали ну я не знаю надо ли мне честно говоря трудовая дисциплина так ну я здесь в общем вот сюда иду так что пока я сюда иду пускай строится поселенец мой уникальный район должен очень быстро строится а вы вообще видели как в античных хода так что я точно в золотой век выйду да там все надо открыть до нее куда куда выходить вот в эти в первое правительство там вообще все открыть нужно полить философию ну скажи вон границы чьи-то давайте не будем встречать лишние очки без понятия выглядит как или Польша или Монголия но у нас нету ни Польши ни Монголии в партии так что затрудняюсь не довелось так майя будет поклоняться в рынке города пожалуйста змеям покерпеть и помолиться и они почему-то будут витцлипуцли поклоняться богом ацтеков так значит у нас трудовая дисциплина есть религиозное сообщество храмы и святилища культуру ну кстати может мне это взять позволяет давайте может реально хоровую музыку возьмем потому что у нас наука будет идти сейчас еще культуру с плантацией но тем не менее и Гурдвару возьму на еду да да нашел будем давать выкуп за посела так ты не запидаешь в смысле я уже могу сейчас и так тебе нужно два перемещения он по холмам мне за этого прокачан а у тебя по холмам а вот я обещаю так что давай четверт я у нас 50 голды получается ну да нет нормально доход позволяет а ну 50 голды да это да так буйносарес кстати а вот буйносарес я бы засоюзил тебе аншан хочет обсерваторию кайф слушайте пока все идет очень неплохо у меня готовится прикликать тебя или у меня ход закончился ты меня кинул я ход закончил на смысле я говорю ты кинешь голду или я перекликиваю да подожди ты что ты сейчас боюсь что меня кинуть на бна я этого и боюсь немного дарвил ты решил меня со всех сторон а посмотреть здесь в смысле со всех это тот же самый ну я понимаю то есть одним скаутом вокруг моих городов все ходишь и ходишь человек сперва вниз пошел это хитрый ход как морд в смысле ждать типа ходи я буду тратить твой ход а я походил в принципе а и таймер не убрали да убрали таймера не брали да ну как написал пожалуйста подождите начался следующий ход я когда отключал еще 6 секунд оставалось так что да 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 он успел меня тоже я не успел ни карточки себе поменять ни хрена динамик стоит вы без меток просто не в состоянии сыграть эту игру да вы не понимаете что если вы будете сейчас ставить метки у нас просто закончится партия мы не сможем играть нормально то есть вам надо главное метки поставить но не то чтобы сыграть игру я не знаю к кому я обращаюсь но это очевидно какой-то человек сидит тут он не в состоянии не поставить метку так давайте все таки наверное доделаю посела сначала чтобы уже идти его везти куда-нибудь хотя подождите я сейчас тут с этими должен побиться кроме того мне нужен рабочий таций вот эти обработать он стоит то 15 я сейчас в золотом веке просто конечно возьму на за веру покупку на этом пока все спонсоры канала продолжения могут увидеть прямо сейчас в вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока